13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывающая на рабочей группе по контролю за ремонтом дорог. Багир Шарифов. Багир Багирович, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Гражданский форум, конечно, с этой темы мы начинаем. Лично я вас там видела на секции по экологии, видела фотографии со многих других секций, на которых вы были. И прежде всего хочу узнать, с каким настроением на форум шли. Великолепные, замечательные, торжественные настроения, поскольку этот форум один из немногих, наверное, мероприятий, на которых можно, как кажется, как думается, что-то изменить, где кто-то кого-то может услышать. Некий такой промежуточный звеной между обществом и властью. Я неспроста задаю этот вопрос, потому что, конечно, мы сделали специальный эфир перед форумом, чтобы привлечь внимание наших слушателей. И известные в городе активисты, например, Артур Абашев, говорил, что, Денис Шадрин, они говорили, что форум этот бесполезен, а на форуме региональном ничего не решается. И уж если где-то что-то решать, то только в Москве. Что скажет? Я скажу, что не согласен, конечно. Мы здесь живем, давайте еще не знаем, где в Нью-Йорке будем решать, или в Токио, в Вашингтоне. Мы здесь живем, мы здесь должны, так сказать, свой быт, свою жизнь благораживать. На каких секциях были? Экология, дороги, ну и вступительные. Пленарные заседания. Там, где был Игорь Васильев, где был господин Бекетов, подминистры и так далее. Большое внимание было уделено гражданскому форуму, поскольку органы власти, элита органов власти, вся присутствовала на открытии. Это радует. А были сомнения в том, что они придут? Я не знаю, как-то даже я не думал об этом, если честно. Радует лишь, что обстоятельства, ну точнее, Венюсон объясняет все про исходящее. Конечно, заявление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина относительно их возлагания, им надежд на общественность и общественную организацию. Ну, поскольку, да, наверное, это единственный путь для полноценного решения комплекса экономических и социальных вопросов в Кирове, ну и вообще в России. Ну и последние шаги направлены на получение законодательной инициативы, общественной палаты и так далее. И внимание, ну те же акции, так сказать, дело дороги, дело ЖКХ и прочее, где есть, ну может быть и не совсем адекватная, так сказать, и посильная помощь, но существует уже, ну как минимум, внимание, да? А, ну подожди, ты правильно понимаешь, что они услышали посыл Владимира Владимировича и пришли на гражданский фонд? Я не знаю, я не знаю, кто раньше, они продумали его мысль, уловили, либо, ну, он сказал, не услышали, может, где-то сначала в колуарах что-то обсуждалось, но тем не менее, у меня есть своя версия развития событий, конечно же, если понимать вертикаль власти как опора на олигархов, которые в настоящий момент дана возможность немножко пренебрегать законом, и опора на них с точки зрения, так сказать, сохранения этой власти, то в данном случае я полагаю, что рассматривается альтернатива, в общем-то это было бы логично, опора на общественность, ту реальную общественность, потому что это и дешевле и надежнее. И это транслируется с самого верха? Ну, я думаю, да, я думаю, что вот понимание того, что больше опираться на олигархов, которые не просто пренебрегают закону, они его насилуют буквально, насилуют через политические институты и экономические структуры города, области, страны, и, соответственно, общественность, и законодательную базу игнорируют, и так далее, и тому подобное. Ну, просто, так сказать, сливают всю страну, и всё, и всё, и всё, и всё, и всё, что у нас осталось. А скажи, пожалуйста, вот на пленарном заседании действительно были представители, да, областного правительства, самые-самые, что называется, а на тех секциях, в которых ты побывал, вот по экологии, по дорогам, были представители правительства? Сампреды, министры, областного? Были маленькие, маленькие представители городского правительства. Город был? Да, областного я никого не заметил. Не заметил, то есть? Мне очень странно, кстати, если говорить о экологии, вообще масштаб этой проблемы, он не просто областной, он всероссийский, он мировой. На последнем форуме, Московский экономический форум, когда, так сказать, китайцы рассказывали, как они замечательно, там, вместе с корейцами, преодолевают звук по производству и промышленности, я задал один вопрос одному из ведущих докторов, я не помню, какие звания, медали. Наши? Докторов, китайские? Нет, китайские. Китайские, да. Была прямая речь, была возможность поговорить с ним. И спросил только, слушайте, неужели вы считаете, что вот этот, так сказать, вот этот смог, как бы, он стоит только на Китае? Нет, конечно, он же шарик один, он же распространяется на всю атмосферу, всей-всей земли. Поэтому то, что они там производят, нам здесь и кается, мама не горюй. И точно так же, вот, мы здесь, Урал-Кхим, Марадыкова, потому что мы живем-то вообще в центре экологической катастрофы. На самом деле, это так. Но наше озеро, и Юриянское, мазутное, его видно из космоса, знаете же, да? Да, мы поднимался этот вопрос тоже. Поэтому я, мне жаль искренне, что вот к этому вопросу было внимание, знаете, как обычно происходит к самому форуму, как бы, к вот такому, ну, что ли, определенному событию. Но популизм, на мой взгляд, в этом присутствует. Поскольку внимание должно быть конкретным вопросом экологии, причем внимание не только, так сказать, поговорить, а сделать конкретные шаги, конкретные... Расскажи, пожалуйста, расскажи. Вот ты был на экологической секции и на дорогах. По дороге чуть попозже, потому что это совсем вот твой конек. А что ты увидел, услышал на экологии, что ожидал, что все-таки вынес? Может быть, было ценное что-то? Я... 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 Да, я наблюдал достаточно плотный интерес к этой теме у общественности, представительной общественности, общественных организаций, достаточно компетентные, профессионально построенные диалоги и презентации. И недостойно, недостаточное внимания к этой информации, к этой теме, не то чтобы у организаторов, а вообще у всех присутствующих. Поскольку, ну, такое ощущение, как будто, знаешь, люди, так сказать, ну, во-первых, не особо заинтересованы, а во-вторых, как будто точка невозврата там пройдена, и пофигу всем, да? На самом деле, это далеко не так. Мне очень понравилось выступление. Настя, Анастасия, сейчас не вспомнил фамилию, это ЭКО, организация ЭКО. Ну да, это такое зловещее сочетание у Майка красоты, которая присуща всем женщинам. Она подготовила очень хорошую презентацию. Ну, это таймеры нашей страны, их нужно беречь. И девушка, вот, юная, настолько грамотная и четко, компетентная все это, так сказать... Она говорила про раздельный сбор мусора. И про раздельный сбор мусора, конечно, да. Ну, тут, видите, вопрос, вопрос подходов. Ну, скажем, у меня есть некое своеобразное мнение, поскольку мы все там, мы с вами, так скажем. Оттуда, из прошлого века, как говорят, мой мелкий, там были какие-то завязки с сыном. Как-то, может быть, по-другому нахожусь, скажешь? Нет, нет, мой мелкий, как бы кот, собака, сын. Вот там макулатуру тоже было, ну, бутылки мы с вами наверняка собирали. Конечно, да. Это была очень серьезная прибавка к... Карманным деньгам. Да. А сейчас государственная система в этом направлении не работает, надо понимать. А что, собственно, работает? Подобная частная, так сказать, система тоже особо не может организоваться по причине законодательной базы и там мотивации и прочего-прочего. Если есть механизмы какие-то, скажем, коммерческие, то вот я, собственно, и предложил их реализовывать. Ну, например, вот есть там Кирский-Малышный комбинат, Сураев, да, вот он закупает там пакетики или линии у него свои есть, да, чтобы продавать. Ну, конечно, теперь собирает их обратно за рубль или за два, я не знаю, но дети будут ходить собирать, и он получит, так сказать, эти пакетики, он сможет тогда где-то бизнес на аутсорсинг, либо самостоятельно впоследствии развивать. И более того, если он озаботится, ну, производитель озаботится переработкой, он может получать вторичный продукт и продавать не один, а два и три раза. Просто кто-то, кому-то это нужно делегировать. Вот в наше время работают только, к сожалению, финансовые инструменты, и я полагаю, что влиять на сознание людей, которые должны там бутылку отделять, я пробовал несколько раз, да, у меня получалось. Потом я понимаю, что я не один, потом я понимаю, что от меня ничего не изменится. и, как бы, особо уже это делаю, но, ну, давайте скажем прямо, не всегда. Осознание таких людей, я не знаю, нашей эпохи, нашего возраста, оно, вероятно, не будет сформировано вот за там один год или два, поэтому это работа уже следующего поколения. Это поколение должно работать на тех импульсах, которые ему привиты, опять же, законодателям, государствам, а сегодня, к сожалению, ему привиты только коммерческие цели, задачи. Ну, сейчас прибавлюсь буквально на одну минуту, напоминает особое мнение члена рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Багира Шарифова. Программа «Особое мнение» в эфире нашей радиостанции, у микрофона Светлана Занько, а свое особое мнение сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Багира Шарифова. Мы обсуждаем гражданский форум, который прошел на минувшей неделе с 24 по 26 ноября на базе ВИАДГУ, и те секции, на которых ты был, по экологии есть еще пару слов, что тебе сказать? Да, для того, чтобы понятно было всем и каждому, почему ну, скажем, я туда пришел, больше никуда не могу прийти, вот не зовут, честно говоря, и не пускают особо там, да, ну, любого с улицы, как и меня. Так вот, детки оба, старшие и младшие, аллергия, факт, и в нашей области, в России рак, онкология, достаточно плотно развивается, иммунитет совсем слабый, как вы думаете, от чего и почему, не надо, не надо обманываться, реки, поля, наши леса, мусор, то, из чего и как, что мы производим. Вот, у меня возникло предположение, что на базе ВИАДГУ можно создать серьезный центр такого развития по поводу технологий, не просто утилизации, а переработки мусора. И это и может быть нашей, Кировской, Вятской, такой историей, подобной Сингапуру, поскольку он там сделал ставку на определенные технологии. Если бы в нашей стране никто делал ставку на переработку, почему не сделать нам? Объединить опыт, технологии и все прочие научные труды на базе ВИАДГУ. Сначала, ну, может быть, наших соседей перерабатывать по мусору, буквально конвертировая его в деньги, и таким образом сделать и регион привлекательный, и построить дороги за эти деньги и так далее. Из этого же мусора легко можно построить. Я правильно понимаю, что ты предлагаешь рассмотреть возможность строительства мусороперерабатывающих заводов на территории региона? Да не только строительство этих заводов. Вообще, организация процесса наработки технологий, которые существуют во всем мире, их адаптация к России, развитие и буквально экспорту за пределами нашей области. Все, как ты понимаешь, всегда упирается в деньги. Спросит, а где тот инвестор, который вложится в это строительство и вложится в эти проекты? Например, приведу, пожалуйста, если взять, создать папки, мягко говоря, по переработке того или иного сырья, показать финансовый результат, предоставить гарантии права свобод тем же инвесторам, стабильную налоговую базу, адекватную нагрузку банковскую и относительно недорогую, дешевую рабочую среду, то я думаю, что можно пригласить инвестора любого, например, того, кто сейчас за задачей над строительством колеса. Обожрение. Обожрение в нашем Кирове. И предложить им этот портфель, и как альтернативу вложению средств тех же. Такие люди есть, деньги тоже у них есть. И тогда человек понимает, что он может вложить сюда, сюда, вот, и здесь он может принести пользу, более того, и здесь он может эти деньги конвертировать в результат, соответственно, на протяжении каких-то лет, срок окупаемости, доходность, все ведь это абсолютно четко, ясно и понятно. Я сейчас схему такую, правильно я поняла, нарисовал, что люди, которые декларируют, что они заинтересованы в развитии города, а ты имел в виду Валерия Крепостнова, который устанавливает колесо. А он, да, устанавливает. Но это везде написано было, да, в СМИ. Хорошо, что ты отыгрываешь удивление, ну, да. Значит, и вообще многое для города делает. Вот если бы он заинтересовался строительством мусороперерабатывающих заводов, АвиатГУ подготовил бы бизнес-кейсы, да, с раскладами, а Игорь Васильев, как гарант инвестиционного, позитивного климата в регионе, обеспечил то, что ты говоришь. У нас сейчас есть такая возможность, благодаря ему, судя по первым шагам, да, возлагаются надежды в прошлый раз. Вот мы каждый раз возлагаем, но сейчас она, в общем-то, уже какие-то очертания приятные. То есть вот собрались на троих, а может на четверых, на пятерых, олигархи, руководители наука, создали кейсы и построили, например, мусороперерабатывающие заводы в регионе. Знаете, давайте я больше того скажу, при прямой речи, да, вот много воришек, воришек от государства, от чиновничества, от там, я не знаю, чего угодно, от кормушки, они сейчас не понимают, не знают, что делать с этими денежками. У большинства из них проблема. Эти денежки арестованы там где-то в Швейцарии, в Европе, там, недвижимости, в Англии, в том числе и недвижимости, счета арестованы. И люди, представляете, вот так вот, ну, годами на галерах, а тут раз и на тебе. Так вот, если создать для этих людей здесь более стабильное, экономическое, то есть годами на галерах, в смысле, они трудились, трудились, конечно. Представляешь, сколько надо брать из-за территории Родины своей матушки, вот это все выводить, это же серьезные схемы, проблемы, платить там всем банкам, посредникам и так далее. А тут раз и ничего нет. Зачем? Вот тут на своей земельке, бери, благораживай, и тебе честь, и хвала, и вот здесь вот на театральной площади можно вешать его, так сказать, бюст. Ну да, да, и говорить ему спасибо, друг, спасибо, да, ты, так сказать, было такое время, когда, может быть, и многие, ну вот ты тоже немножко не... То есть ты предлагаешь нашим олигархам участвовать в более крупных и эффективных и максимально влияющих на жизнь горожан и жителей региона проектах? Более крупных, чем колесо обозрения? Не только нашим, не только нашим, вот местным, кировским, поскольку у нас так-то раз-два приобщался, может быть, нижегородским, вот мы на границе с Нижним Новгородом ставим в заводе, пожалуйста, и из Нижнего Новгорода, ребят, приходите, мы будем, вы будете, так сказать, этот канал и логистику выстраивать, мусор сюда поставлять, здесь будет перерабатываться, вот конечный портфель, вот инвестиционный портфель, вот срок окупаемости, рентабельность, вот дочке подарила, и вперед. И счастье, и тебе поставят памятник прямо на шпиле этого завода, и ты будешь там находиться, потому что ты реально сделал что-то полезное. Багир Шарифов... И забудем частично, что может быть что-то как-то вот... Багир Шарифов призывает авиатских олигархов заняться строительством мусороперерабатывающих заводов. Это его особое мнение, мы продолжаем. И теперь хочется перейти к вопросам, которые на сайте адресованы тебе. Напоминаю, что у вас, слушатели, всегда есть возможность заранее поприсовать свои вопросы с нашим спикером на сайте хакира.ру. Антон пишет, как скоро вы разочаруетесь в гражданской деятельности? Почему не идете в палату? Видимо, имеется в виду общественную палату. Не пускают? Слушайте, а что, как-то вот... Такое слово, местное, что... Ну, чтобы понятно было, что 15 лет... Свои все здесь живы, да. В прошлый раз мне предлагали стать мэром. В этот раз уже только в общественном, что ли? Ну, вот на вашем эфире, в прошлый раз, почему? Так, я не понимаю. Я не понимаю, что ли? Я не плясся, какая-то... Поясните, Антон, почему, да. Ну, так и что все-таки? Знаете, я всегда говорил, что солидарная ответственность немножко не мою кредо. Субсидиарная, личная, своя, да, подготов. Поэтому и на все предложения, я не знаю, по той же общественной палате, а их было не одно, поверьте, вот примерно так же отвечал. Может быть, сойдутся обстоятельства какие-то, некие, которые позволят мне сделать этот шаг. Пока не очень готов. И потом я не понимаю схему. Ну, как-то кто-то из там областного законодательного собрания должен меня предложить. Слушайте, по прошлому созыву там было несколько моих должников. Там Харюшин, Александр Геннадьевич, тот же самый, да? А финансовый должник? Конечно, у меня исполнитель лист на него лежит. И я должен прийти к нему и сказать, слушай, ну давай кого-то. Вот когда нам предлагали там мандат этого депутата, я сказал, что извините, неприличные предложения я не принимаю. А он, видимо, принял, а остался мне должен. Ну, я так полагаю, потому что схему я вот примерно так вижу. Так вот, по поводу этой темы. Ну, или второе, вот ребята, они, наверное, приходили, а давай ты в нашей общественной организации пойдешь, там, общественную палату, там есть пару мест. Ну, как? Вот эти общественные организации. Объясните, я к этой организации никакого отношения не имею. Я там не работаю. Люди мне предлагают. Я что, должен буду потом отработать? Для меня это не очень приличное предложение тоже. Но если, например, ну, я вот гипотетически приходит губернатор и говорит, слушай, ты хочешь там помочь, там, как-то, я не знаю, президент, кто еще может? Ну, по закону губернатор, да? У него есть своя тема. Тогда я понимаю, на что я могу рассчитывать, что у меня есть какая-то точка опоры и так далее. Может быть. И тогда, во всяком случае, этот шаг, он, ну, для меня не сомнителен. Может быть, не знаю. Я сейчас не призываю ни к чему. Но, опять же, солидарная ответственность не очень мою кредо. Я бы хотел, чтобы, ну, виноват, накажите, но если это как бы не моя тема, так зачем мне тогда нести ответственность за все и вся? Анна пишет, Багир, что будет с дорожным контролем следующей весной. Курдюмов ушел. Кто будет оказывать вам такую же поддержку? Хватит ли собственного ресурса и какого результата вы хотите добиться в итоге? Васильев с вами встречался или у вас зимний перерыв? Ого, Анна, Анна. Наверное, тоже вот такое же сочетание. Правда? Красиво. Ну, конечно, будем работать. Сейчас группа, кстати, немножко переименована на этом гражданском форуме. Туда добавлена, кстати говоря, частичка. И обслуживания, раньше этой частички не было. То есть, мягко говоря, полномочия увеличились. Конечно, не увеличились. Ни источники финансирования вообще не появились, да? Ни какие-то еще, так сказать, блага, что называется. А относительно, что будем делать? Будем работать. Встречаемся в 8 числа. До этого момента встречаемся. Да, встречались недавно с министром, как у нас, дорожного строительства ЖКХ, да. Произвел впечатление, да, очень много такого, так сказать, повесел. Это с кем? Это с Мещенко? Да. Да? Да, да, да. Очень много, ну, вдохновил просто. Я сижу, смотрю и спрашиваю. Слушайте, а в чем подвох-то? Ну, как бы, ни в чем. Вот реально так, вот реально так, и вот лично будем помогать. Я бы очень крайне был удивлен, ну, не первый раз, потому что обычно вдохновение, возникает такой энтузиазм, а потом, к сожалению, ну, я думаю, что это не тот случай. Тут у нас совпали, так сказать, интересы, в унисон, все будем делать. Поэтому будем работать и зимой над, это же серьезная достаточно проблема над содержанием дорог. Это тоже деньги, это тоже вот сейчас выявили сети. Субподрядчиков ГДМС обратили на это внимание, эффективность, соответственно, и все прочие моменты. Хотя, очевидно сразу, что вот вторая секция, я даже много говорить не буду об этом, знаете, об этом достаточно уже сказано. Я скажу два слова. Это халатность и саботаж. Ничего не изменилось с этого момента, никаких кадровых решений не принято, никаких технологических, так сказать, процессов тоже, потому что вот... Среди дорожников ответственных лиц. Сейчас укладывали на проспекте строителей, так же, если не так, собственно, и укладывают. Но обнадежил конкретный факт, взгляд власти на эту тему и ее цели, задачи, ее, во всяком случае, сейчас, можно так сказать, декларации. Что декларируют? Что будут серьезнейшие кадровые изменения в этой отрасли от начала и до конца. А кто конкретно это говорил? Еще какие? Да, конечно, что будут технологическое переоснащение полностью всей отрасли и вообще технология укладки будет заново пересматриваться на предмет эффективности, результативности, затратной части. Ну вот, на мой взгляд, такой бодрый достаточно человек с очень современными прогрессивными взглядами, плюс научно-технический прогресс моментально сразу же, так сказать, вот рядышком поставил, и от него начинает оттолкаться. Это все очень серьезно вдохновляет. Я думаю, что будет меняться абсолютно все. Ну, когда и на сколько, пока, не знаю. Правильно я понимаю, что именно этот человек является сейчас гарантом продолжения работы Вашей группы по контролю за дорожным строительством? Какой человек? Мещенко. Ну, нет, что вы? Василий. Кто? Ну, не знаю, мы как бы без него начинали. Здорово, что присоединился. Спасибо, что, да, резонанс, внимание, там, пришел. Это тоже важно, кстати. Вначале было слово, знаете, если власть, как в прошлый раз, там, Никита Юрьевич, просто... Это факт, вы знаете ли, он сказал, да, да, может, Дмитрию дал, ну, что ли, аванс, шанс двигаться. Курдюнова. Ну, конечно, за что низкий ему поклон огромный, и Диме, в том числе, в первую очередь. Именно туда я встречал общественную палату все пять лет с этой целью, никто меня не слышал. А именно Дима собрал команду и сказал, да, ребята, классно, давайте. Так вот вопрос этого как раз и касается. Вот у Курдюнов ушел, что будет? Ну, вот я не ушел еще, да, вот там Ситчихин, Брам, вот эти ребята не ушли. И еще. Поэтому давайте подождем. А скажи, пожалуйста, все-таки на людях держится вот такое общественное? Да, да, да. Личность играет ключевую роль в истории города, проекта, области, страны и так далее. Вы понимаете, только на личности. Передать власть от группы лиц воду правил в нашей стране бывает очень тяжело. Вот у нас же гражданский форум был общественному контролю посвящен, и везде и всюду сформировались общественные советы, которые должны осуществлять этот общественный контроль. Если там нет личностей, готовых вести за собой, погружаться в этот вопрос, тратить на это время, будет эффект какой-то от работы таких общественных контролей? Мы в прошлый раз говорили о том, что такое общественные аппараты и как создать процесс обновления, ротации, обновления. Я надеюсь, что в ближайшее время какие-то усилия будут в этом направлении предприняты, поскольку великолепный состав, рабочий абсолютно, очень мудрый. Но я всегда оценил сочетание мудрости, опыта и знаний вместе с энтузиазмом, возможностью, желанием работать. А это молодежь. Обновляться можно на уровне резерва. Так вот еще раз обращаю внимание. Сознавайте общественную палату, к вам обращаюсь к ее членам. Резерв, в который выглашаете людей, двигатели, прогрессы, движков таких не хватает. Это особое мнение Багира Шарифова. Две минуты рекламы и мы снова в студии. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Багир Шарифов. Итак, до конца года будет проведен интернет-опрос о деятельности органов местного самоуправления. Кировчане в том числе могут на сайте регионального правительства поставить оценки муниципальным чиновникам. Конкретно мы с вами, друзья, можем зайти на сайт правительства областного и там проголосовать. Нравится нам или не нравится жить в этом городе, как мы считаем наши власти работают на наше благо. Вот ты когда-нибудь участвовал в таком опросе? Да. Так, и какие оценки ставил раньше и поставил бы сейчас нашим властям? Как ты видишь, есть прогресс в лучшую сторону в работе муниципальной власти? Живем ли мы лучше? Область, город. Город. Только Киров. Отвратительно. Отвратительно. Вот сегодня я ехал только по улице Карла Мапса после театралки направо. Там замечательное здание на первом этаже Сбербанк. Все остальные три этажа сверху в катастрофическом, ужасном состоянии. Не написано, там реклама задается и так далее. Слушайте, даже в мини-цивилизованных странах городские власти принимают решение отдавать арендатору, в том числе, возможность привести в порядок все здания и таким образом компенсировать частично арендные платежи. Это здание на углу Карла Маркса и Энгельса? Да. Да, без Бербанка. Таких очень много. Вот смотрите, внизу, так сказать, у него шик и блеск, а наверху там караул. Если он сам не может, не желает это делать, у него может быть такой возможности, то городская власть, как минимум, должна позаботиться о том, чтобы привести внешний вид в состояние. Это значит, согласовать с ним, там, тот же ремонт, он внизу делает, у него есть под это проект, пусть делает дальше наверх, вы компенсируете, там, месяцевые платы или на 10 лет ему растянете, так сказать, по 5% изменьшенного платежа. То есть, это я сразу отвечаю на вопрос, а как же так не получим, так сказать, арендную плату с ним, вот прямым текстом, ну, значит, по 10% раз скидывайте на 10 лет. Договаривать, находите возможности, когда есть желание, тогда на возможности всякие находятся. Я желания не вижу. И так во всем. Ну, в прошлом году мы сделали, мягко говоря, не дороги, а бордюры. Неужели об этом никто не знает? Потому что процентов 70, не знаю, финансировано, уходило на бордюры. А это к дорогам отношения особого не имеет, хотя в одну и ту же статью уходит там... Что, у нас такие, как гранитные бордюры, что ли, поставили, как в Москве? Из натурального камня? Что это значит, 70% уходило на бордюры? Если смотреть там цену, может быть, да, из натурального камня. А по факту нет. Ну, просто, тогда было так удобно, там, денежный фонд тратить дорожный на одна и та же статья. Так, я сейчас подчиняю. Значит, первое, что ты замечаешь, это неспособность городской власти договариваться с бизнесом во благо изменения города, да? Второе, неэффективная трата денежных средств на примере дорожных работ. Ну да, налоговая база. Еще чем не устраивает? Если деньги собираются... Я всегда говорил, ну вот недавно в области проходило общественное слушание бюджетов на 17-й год, и вопрос возник первый. Ребята, ну давайте зашьем, блин, карманы в конце концов. После этого мы будем смотреть, где и как мы будем... Да, перестать воровать. Можно делать это параллельно, но, конечно, но вот если я начну, в принципе, этой абсурдой, вот проект, смотрите, экология, там, переработка мусора в рамках всей страны, сделать здесь такой серьезный комплекс. Это не унитаз, так сказать, с испарениями, нет, это достаточно серьезные вещи с точки зрения финансов, очень доходные. Так вот, если там говорилось о том, как привлечь доходную часть, найти деньги, работать с целевыми фондами, министерств, ведомств, то нельзя этого делать, привлекать деньги, параллельно не решив, там, проблему с зашиванием карманов. Ну, сколько не найдешь, только у городов, ну, как так. Мне очень радуют шаги, которые претендуются в ближайшее время, я очень надеюсь, что... Шаги все-таки областного правительства ты имеешь в виду, а не города. Ну да, я про город пока не готов говорить, слушайте, но если на моих глазах, ну давайте так, если я, предположим, человек, который управляет областью, ну вот на уровне замов, одних из губернатора, да, Если у меня есть возможность отпилить половину, так сказать, области, я не знаю, земель, если я потом в своих личных, видимо, добрых намерениях провожу через выкупленную на участке федеральную трассу объездную, Продаю городу, там, за полтинник миллионов кусок земли и заставляю город купить его, видимо, он нужен, там, городу, да, вот-вот, кровь из носа как бы нужен, да, То о чем вы говорите, я же управляю не только мэром, и я его поставил по большому счету, да, я управляю депутатским корпусом, я управляю партией, которые этот депутатский корпус формирует и так далее, То о каком вы говорите вообще управление и о чем святом? Вы сказали, что... А вы готовы озвучить фамилию этого человека сейчас? Какую я свою фамилию готовы озвучить? Я же говорю, если я, например... А, ну вот, иносказательно, хорошо, кто знает, кто в курсе, тот понял. И так не устраивает, я правильно понимаю, как работает городская администрация, что должно поменяться реально, кроме того, что зашить карманы, или кто должен возбудить желание зашить карманы, чтобы город зажил лучше, чтобы удовлетворенность жителей повысила? Даже прокуратура... Прокуратура? Смотрите, городская администрация работает на того, кто платит. С точки зрения заработной платы, ну, это не те деньги, на которые можно прожить. Да, но не мы ей платим в данном случае. Ну, как бы, мы? Ну, не мы. Мы... Вообще-то. Мы, как бы, есть в коммерческих организациях такая тема, так сказать, есть ставка, есть коммерческий... Что, вы хотите сказать, что все чиновники в администрации продажные, что ли? Ну, я хочу сказать, что в коммерческих структурах платят и ставку, и коммерческую составляющую. Так вот, на ставку, мягко говоря, никто не работает, коммерческая составляющая значительно больше, и как раз она зависит от результатов деятельности. Так вот, ставку они получают, может быть, и в администрации, но коммерческую составляющую нет. Результаты деятельности заказывают в другом месте. Вот в этом вся причина, наверное, и есть. А те, кто заказывают, они как-то, видимо, не очень развивают город. Давайте оценивать результаты. Они развивают свои цели. И если их цели пересечь с городскими, тогда они будут развивать и город. Ну, банально, знаете, я сейчас... А пересечь кто должен все-таки? Тот, у кого есть сила и воля. Смотрите. А есть у нашего мэра на него сила и воля? Следите за мыслью. Если на сегодняшний день разум, не ум, а разум, позволит создать эти все, так сказать, экологические проекты и предложить человеку, который располагает финансовыми ресурсами, деньгами, вытащить их оттуда, где он положил этот небольшой процент, и прогарантированно здесь, так сказать, вложить и получать стабильный источник дохода, он это сделает, согласитесь. То есть вы его заставляете работать на себя. В хорошем смысле заставляете. Кто вы-то? Валерий Владыкин должен это сделать? Как мэр города? Перескоков должен сделать? Кто? Я говорю о личностях. Я не говорю о марионетках. А где личности, кто в городе тогда это может сделать? Давайте попробуем. Что, опять вы, Георгий Багирыч? Тогда на выборы, на выборы в следующем году, 16 сентября. Сейчас у нас есть, Игорь Владимирович, да, его окружение. И пока... Брио, глава региона. Ну да, смотрите, там есть. Он должен. Он может. Он может. Я говорю, что он может, да. И кто-то из его окружения способен брать на себя ответственность. На сегодняшний день берет на себя ответственность достаточно плотно Дима, да, Курдюм. Вы это видите, да. Есть люди, абсолютно, да, разные совершенно оценки существуют в отношении этих людей. И, ну, порой нельзя что-то сделать. Время заканчивается. У меня, хочу вот чистые картинки. Раз уж мы про мэра заговорили, не про что-другое уже не успеем. Не про врачевики, не про терраспорт. Значит, следующий год предвыборный, да, выборный, 17-й год. Вы говорите, что те, кто сейчас у власти в городе, неважно, в Думе или в администрации, марионетки, ни личности не решают, ни делают. Не способны. Способны и могут у Васильев замы его Курдюмов. Это ли значит, что они должны или могут или будут влиять на расклад сил в городской администрации, в городской думе и будут активно принимать участие, вот, в выборной кампании следующего года. Влиять. Это уже происходит, Вы же видите, что кадровые решения, судя по тому, что мы слышим от них, кадровые решения, вертикаль власти, она будет пронизывать по гору. Но в городе-то пока еще ничего не произошло. Пока еще ничего не произошло. Где, в городе? Да. Ну, вот, собственно, они были, наверное, как-то планировые. Плюс, из того, что понятно мне, по диалогу с ними, я делаю такой вывод. Я, знаете ли, не благотворю сейчас ни Васильева, ни Курдюмова. Я просто даю реальную оценку их действиям. А поменяли практически весь состав кабинета министров. Хотя раньше это были просто там зам губернатора, да? Едите. Поменяли. Это шаг, да? Кадровое, с чего начинается всегда, так сказать, история. Кадровое решение. Насколько оно успешно и удачно, насколько там качественные кадры мы увидим в ближайшее время. Очень жаль, что не пришли люди, не были найдены люди вот здесь, так сказать, наши местные самородки. Но кто знает, может быть, нет правка в своем отечестве. Может быть, это и правильное решение, потом они найдутся, да? Но это решение есть. Смотрим дальше, что будет там происходить. Я думаю, что тот же город в ближайшее время мы увидим абсолютно те же кадровые решения. Я не боготворю их, я еще раз говорю. И я не говорю, что сегодня все чиновники, находящиеся в городе, они настолько там ангажированы и так далее. Но большинство по ключевым вопросам, да. Это суждение мое, оно относится к последнему времени управления городским имуществом и составом чиновников. Что происходит сейчас, я не очень знаю. Но там есть великолепные люди. Вот некоторые из них ходят даже буквально в крестный ход. Последняя минута у нас остается. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что прямые выборы мэра могли бы что-то действительно изменить? Блин, я считаю, что это не вопрос формы, а вопрос содержания. Понимаете? Можно назвать как угодно. Это прямые, кривые, там, через... Разные. Это разные принципиальные вещи совершенно. Подожди. Но если моделировать ситуацию... Либо каждый горожанин выбирает мэра сам и голосует... За 500 рублей выбирали уже. Как вот еще будем выбирать? Как обеспечить это все? Это очень важный вопрос. Выборы в Америке показали многое, да. Даже там. Здесь, там, перечень того, что они там... От чего они там умилялись, для нас это банальные вещи. Там, где они учились, мы преподавали, карусели и так далее. В общем, одна надежда на Игоря Васильева, я так понимаю. Ну, не совсем. Речь ли идет об области, о городе. Вообще-то надо идти, надо идти ставить свечки, да. Вот если говорить о надеждах... Вот они туда, да. Ну, можно просто дойти... Да, тема крестного хода следующего года, это достойный мэр этому городу. Правильно это дело? Это важно. Личность играет, да, роль ключевую в истории. Это было особое мнение от члена рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Багира Шарифова. Багир Багир, спасибо. Спасибо, что терпели меня все это время. У микрофона была Светлана Занько. До встречи. Было полезно, да. Всех благ. Спасибо.